Добрый день, меня зовут Нечаев Михаил, я доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ. Я занимаюсь органической и металлоорганической химией, и сегодня я бы хотел поговорить об очень интересной тематике – стабильных карбенах. Это необычная форма, вроде бы, самого обычного углерода. Валентность углерода, которую мы проходим в школе, это четыре. В молекуле метана, CH4, мы видим четыре одинарных связи с атомами водорода. В этилене может быть двойная связь и две одинарные, ну и так далее. Тройная связь в этилене и так далее, и так далее. Но также существуют двухвалентные формы углерода. Например, как здесь представлены молекулы С-хлор-2, такие молекулы всегда нестабильны. Они мгновенно реагируют либо с кратными связями, либо сами с собой, с образованием тетахлоротилена. Однако в 1991 году Тони Ардуенго, исследователю из Америки, удалось выделить и изолировать стабильный карбен, который не реагирует сам с собой или с другими молекулами в твердом состоянии. Это производные медозола, вы здесь видите два атома азота, ароматический цикл и большие адоматильные заместители. Именно с помощью такой комбинации факторов удалось стабилизировать двухвалентный углерод. Вообще в химии есть два основных направления и факторов стабилизации. Это электронные и стерические. Электронные факторы на примере карбенов — это донирование пары электронов на свободную орбиталь, а стерические — это пространственные факторы. То бишь использование объемных заместителей, которые как такой шубой закрывают активный реакционно-способный центр от ему подобных, и тем самым его стабилизируют. В настоящее время разработано достаточно большое количество методов синтеза карбенов, но самый простой, представленный слева, — это обработка основанием имидозолевых солей с образованием карбеновых частиц. Большой интерес представляют себя карбеновые комплексы переходных металлов, потому что их можно использовать в гомогенном катализе для медиации сложных органических трансформаций. Опять же, разработано достаточно большое количество методов синтеза, но наиболее эффективным является взаимодействие свободного карбена, представленного слева, с солью переходного металла, с образованием частицы, которая указана в центре, с карбеном и присоединенной к атому металла. Стабильные карбены можно использовать для разных целей, например, стабилизации необычных частиц, которые, вообще говоря, в земных условиях не существуют и могут быть найдены только в межзвездном пространстве. Например, как молекула, в которой два карбена стабилизируют атом углерода. Атомарный углерод, он бывает только в межзвездном пространстве, на Земле его быть в принципе не может. Или стабилизируют молекулы кремний-2, или фосфор-2, или бор-H. В условиях Земли, в атмосфере воздуха, или в воде, или в присутствии других соединений, такие молекулы мгновенно вступают в реакцию. А при использовании стабильных карбенов они могут быть настолько стабилизированы, что могут быть выделены в индивидуальном виде и охарактеризованы современными методами физико-химического исследования, и их структура определена. Стабильные карбены широко применяются в катализе. Например, катализаторы метатезиса олефинов. Я особенно хочу отметить эту реакцию, потому что, во-первых, она очень интересна, и, во-вторых, она настолько продуктивна и содержательна, что Роберт Грабс в 2005 году был удостоен Нобелевской премии за открытие и разработку этой реакции. В чем она заключается? Два олефина с заместителями R1 и R2 разрезаются пополам и потом пересобираются в другой олефин, в котором оба заместителя уже находятся в одной молекуле, и выделяются молекулы этилена. Катализатором этой реакции является комплекс рутения с состабильным карбеном. Реакция метатезиса олефинов применяется в промышленности. Например, для синтеза полидикциклопентадиена. Это продукт нефтехимического синтеза, из которого получаются очень крепкие пластики, которые можно использовать для бамперов, автобусов и грузовиков. Комплексы палладия также используются в таких реакциях, как филомеризация бутадиена и кросс-сочетание с Сузуки Мяура. Эта реакция очень важна, потому что с помощью такой реакции синтезируется большое количество лекарств и конструкционных материалов. Карбены можно использовать в качестве легандов для построения комплексов металлов с люминесцентными свойствами. Что это такое? Справа на картинке мы видим OLED и синие излучение, благодаря тому, что используют люминесцентный материал, излучающий в этом диапазоне. Также можно карбены использовать в медицинских приложениях. Сейчас активно исследуются потенциальные противораковые препараты. И использование карбенов в этом направлении хорошо, потому что карбены эффективно связывают металл. Они просты в синтезе и функционализации, и они стабильны в физиологических условиях. А после прослушивания вашей лекции кажется, что карбоны есть везде. А есть ли сферы, в которых они не используются? Во-первых, моя лекция была не про карбоны, а про карбены. Отличается одной буквой, но отличие принципиальное. Карбон — это тривиальное название целого класса материалов, состоящих из углеродного волокна, пропитана специальной пропиткой и отвержденная. И это конструкционный материал, который много где используется в авиа, космическом, автомобильном строительстве. А мы занимаемся карбенами. Это соединение двухвалентного углерода. Очень приятно мне, что у вас именно такое сложилось впечатление, что они, в общем-то, используются везде. Это далеко не так. Химия, она огромна. Направление совершенно просто невероятное. Их одному человеку даже осмыслить невозможно. Это первый момент. А второй момент — химии карбенов всего лишь 30 лет. Вот стабильных карбенов. И нужно понимать, что это не то, что 30 лет назад это приехал как огромный паровоз. Нет, это началось с одной-двух публикаций. Но потом экспоненциальный рост. Сейчас действительно в очень многих журналах немало статей, в каждом из номеров несколько статей будет про химию карбонов. Особенно если это касается органической и металлоорганической химии. Действительно, это прям большое направление. Вот. Ну, исследование. Я не могу сказать, что карбены уже много где применяются. Но уверен, что у этого направления есть большой потенциал. Ну, по сути, я бы им не занимался, если бы не был в этом уверен. Чуть-чуть расскажу про ту химию, которой мы занимаемся в нашей группе. Мы занимаемся такой тематикой, как карбены с расширенным циклом. На этом слайде представлены карбены с пятичленным циклом, которые наиболее хорошо изучены и изначально были сделаны. Мы провели очень простую модификацию. Расширили этот цикл от пяти до шести и семи. И нашли, что при этом расширении увеличиваются донорные свойства карбенов. И также увеличивается настройка стерических свойств. То есть пространственных. Что тоже очень важно для создания каталитических систем. И здесь, в следующем слайде, я хотел бы отметить очень важный момент, который следует действительно запомнить при изучении химии. Это методы активации молекул. Дело в том, что молекулы могут быть в основном активированы двумя путями. При взаимодействии с кислотой Льюиса, которая на себя оттягивает валентные электроны, тем самым ослабляя химическую связь и давая возможность проводить каталитические процессы. Либо с использованием основания Льюиса, которая наоборот донирует электроны на разрыхляющей орбитали, тем самым опять же ослабляя химическую связь и давая возможность проводить каталитические процессы в мягких условиях. Особый интерес к карбенам заключается в том, что карбеновые комплексы можно использовать как в Льюисовом, так и в Льюисовом основном, так и в Льюисовом кислотном катализе. И следующие примеры будут как раз приведены. Вернемся к реакции Сузуки. Это взаимодействие арилгалогенидов с арилборными кислотами с образованием бифенилов. Эта реакция может быть использована для синтеза фармакологических субстанций, таких как лазертан или фунгицидов, таких как баскалит. В нашей группе с использованием карбенов с расширенным циклом удалось реализовать условия проведения этой реакции в воде. Чем это хорошо? Растворитель вода и не используются органические растворители. Соответственно, все это не токсично, стабильно на воздухе. Мы используем небольшое количество катализатора, высокая скорость реакции и нет совершенно побочных продуктов. На следующем слайде приведено объяснение, почему свободные стабильные карбены, высокодонорные, позволяют проводить каталис в этом случае. Еще раз напомню, основание Льюиса донирует электронную плотность на разрыхляющий орбиталь, связь ослабляется. Также и здесь. Карбеновый комплекс с более высокой донорной способностью накачивает атом Палладий электронной плотностью, а дальше атом Палладий накачивает электронной плотностью субстрат, то есть реагент. Тем самым происходит лучше активация связи, и каталитическая реакция идет с большим выходом. Следующий пример — это реакция гетероциклизации с использованием комплексов золота. Вот такие соединения с группировкой XH могут циклизоваться с образованием гетероциклов. Мы показали, что наиболее эффективными катализаторами таких реакций являются именно катионные комплексы золота. И дальше на следующем слайде мы видим, что Льюисова кислотность здесь достигается за счет следующего. При том, что карбен накачивает именно электронной плотностью золота, и вообще говоря по логике, он должен был бы гасить Льюисовую кислотность. Но наоборот, получается, в этой ситуации он выталкивает галогенид-ион на внешнюю сферу, и получается вместо ковалентного соединения именно ионное, и этот катион является активным катализатором. Электронная и пространственная стабилизация комплексов золота карбеновыми легандами оказалась настолько эффективной, что реакции нуклеофильного присоединения к ацетиленам стало возможно проводить даже без растворителя. И в этой таблице приведены очень интересные данные, что мы сравнили реакции в растворителе, хлороформе, и без растворителя. Оказалось, что загрузки катализатора могут быть снижены в 10 раз, время реакции снижено в 5-10 раз, выходы в реакциях увеличиваются практически до количества, и что особенно интересно, Е-фактор — это фактор экологичности реакции, снижается в 10-100 раз. То бишь мы снизили количество побочных продуктов реакции практически до нуля. Кто накачивает палладий? Его что накачивают, как в спортзале? Почти да. Палладий — это металл, который наиболее широко применяется в органическом катализе, особенно в гомогенном. И самое важное в катализе — это количество электронов, которые есть на металле. Для люисового кислотного катализа электроны нужно убирать. Соответственно, для люисового основного их нужно накачивать. И действительно, действительно, накачивание металлов электронной плотностью — это, по сути, главный инструмент, который мы используем при создании катализаторов. Какая интересная штука, что вообще в таблице Менделеева не так много элементов. Их на нынешний момент 108, кажется, или 110. А дальше мы смотрим. Есть радиоактивные, есть малоактивные и так далее. И в реальности для катализа у нас очень немного металлов. Палладий, платина, никель, ванадий, хром и так далее. А реакций огромное количество. И именно накачиванием или выкачиванием электронной плотности с помощью легандов — карбен — это леганд, который присоединяется к металлу. Именно накачка или откачка как раз и является тем главным инструментом. Так что да, накачиваемый электронными палладий, как в спортзале, он становится сильным и рвет даже самые прочные связи, как цепи. В заключении я хотел бы отметить следующее. Двухфалентный углерод может быть стабильным. И такие соединения называются карбенами. Факторы стабилизации — это электронные и пространственные, то бишь стерические. У карбенов широкий спектр применения. Это катализ, создание новых материалов, медицинских приложений. Металлоорганический катализ возможен не только в аргоне, но и в воде или вообще без растворителя. Самое главное, что нужен просто хороший, правильный леганд. И еще момент, который следовало бы запомнить в изучении химии — это типы активации молекулы с помощью люисовых кислот либо оснований. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok